МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городская администрация приглашает всех жителей принять участие в онлайн-опросе, посвященном социально-экономическому развитию Самары до 2036 года. Ответы на вопросы в анкете конфиденциальны и будут анализироваться только в обобщенном виде. Опрос можно пройти до 31 октября по ссылке, размещенной в селеграм-канале Самара ГИС и в селеграм-канале администрации. Автобусные экскурсии – это отличные возможности лучше узнать историю Самары. В воскресенье 8 сентября с 12 до 20.00 профессиональные гиды проведут обзорные экскурсии по маршруту движения автобусов и расскажут интересные факты о городе. Путешествие можно начать от площади Кирова или от Барбошиной поляны, а далее проехать по улицам Самары к центру. Интервалы движения автобусов составят 30 минут. Предварительная запись не требуется. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках личной встречи обсудили обеспечение региона медицинскими кадрами и улучшение демографической ситуации. Вместе с председателем в город приехали представители профильных комитетов Государственной думы. Вячеслав Володин отметил, что Самара – один из ключевых индустриальных центров в стране. Самарская область – регион-донор. По индексу бюджетной обеспеченности он занимает 17-ю позицию. Это говорит о том, что бюджет достаточно сбалансирован, сказал он. Также председатель предложил помощь Госдумы в решении региональных проблем. Вячеслав Володин провел в Самаре расширенное совещание Совета Госдумы. На заседании обсудили совершенствование миграционной политики в регионе. На данный момент в этой сфере уже приняли шесть регулирующих законов. Как отметил Вячеслав Володин, еще часть предложений сейчас рассматривают. Также поговорили о поддержке российского автопрома. По Самаре председатель Госдумы передвигался на новой модели машины, произведенной на автовазе. Он напомнил о решении, по которому все депутаты должны ездить на отечественных автомобилях. Стало известно, какие жизненные цели ставят перед собой россияне и с какими трудностями они сталкиваются при их реализации. В том, провел опрос населения от 18 до 34 лет. Для 58% молодых людей сохранение здоровья является важнейшей задачей. На втором месте брак и воспитание детей – 55%. При этом главным условием для создания семьи большинство считает любовь. Такого мнения придерживаются 69% опрошенных от 18 до 24 лет и 63% в возрасте до 34 лет. Другими необходимыми критериями молодежь называет достойную заработную плату, общий взгляд на воспитание детей и их число, отдельное жилье, опыт совместного быта и уровень образования партнера. Основным барьером для планирования семьи респонденты считают желание пожить для себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова